Добрый день августа. Небо затянуло облачками. Прошел небольшой дождик, и жара спала. Перед нами бывшая дача Калмакова, а ныне восстанавливающаяся церковь Петра и Февронии, старый Петергоф. Отремонтировали фасад на госпитальном доме, который был построен для сотрудников военного госпиталя. И начались работы в самом военном госпитале, который стоял больше 10 лет заброшенный. Днем строится колледж. Снесли ужасный корпус из силикатного кирпича. Вырыли котлован для нового корпуса и, вероятно, восстановят старые сохранившиеся здания. Хорошо бы, если бы сменили этот ужасный забор. Петергофская улица. В советское время Луначарского. Петергофская улица. Так как до войны на этой улице Ближе к вокзалу находилась школа имени Луначарского, разрушенная в войну. Ворота от старого госпиталя. Ну, расстроит, разумеется, все восстановится. Хорошо. Идут работы. Присутственные места. второй дом доктора архивайуса и богадельня построенная память государя николая первого которую называют еще домом трех архитекторов начал строить вино один корпус потом не помню другой архитектор построил второй корпус и третий архитектор между ними башенку которая была колокольней церкви петра и феврония в старом петергофе сейчас в этом здании интернет интернат для детишек с особенностями дот времен войны здесь шли реальные бои и 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 на той стороне пруда до двадцатых годов стояла симпатичная дача с башенкой похожая чем-то на дачу Кулмакова только из дерева и также росла березка Иван Петрович в своих воспоминаниях интересно рассказывает про эту дачку надеюсь до этого дойдем а сейчас хочется немножко чуть-чуть прочитать относительно старой Петергофского госпиталя Иван Петрович писал еще зимой у нас на гранильной пабрике началась какая-то эпидемия аппендицита стали заболевать то один то другой помню как-то стою в знаменской церкви на всеночной волтове и вдруг в правом боку словно кто-то нитку продернул я решил сходить в госпиталь хирургом в то время был Иван Александрович Смирнов он прославился тем что сделал несколько удачных операций на сердце как-то на старой Петергофском вокзале поздно вечером воскресенье квартир мейстер кавалерийского полка спросил устоявших молодых людей скажите где здесь извозчик и один из них со словами вот тебе извозчик всадил ему в сердце кинжал и все бросились бежать на счастье здесь оказался пожилой извозчик он не растерялся с помощью других положил в сани раненого и за семь минут домчал до госпиталя Иван Александрович также по счастью был на месте и моментально приступил к операции и через некоторое время раненый выписался здоровым в день операции с утра дежурная медсестра тезка по фамилии андреева приготовила меня потом разговорилась и узнав что я ходил брать форты во время мятежа в кронштадте она рассказала что в это время работала в местном лазарете в царском у орловских ворот и что к ним привезли комиссара кукушкина который расстреливал матросов за Софийским кладбищем его привезли в автомобиле вечером и он сразу забился в угол не выпуская нагана из рук и озираясь на окна ему чудилось Ему чудилось Оса пристала ему чудилось Что к нему идут расстрелянные матросы Меня отвезли в операционную и Мария Николаевна Краснопевцева наложила марлевую повязку Велела считать Досчитав до 207 я проснулся Что усыпили меня крикнул я открыв глаза и увидел что в ногах у меня стоят Иван Александрович сестры и смеются Да с усыпили и оперировали Вот уж настоящий каменщик даже в отросток умудрился запихать камень и Иван Александрович показал мне гладкий красного цвета овальный камушек Вот такие интересные воспоминания оставил Иван Петрович Рукописные со старой орфографией Вся история двадцатого века Его глазами из Петергофа Глазами самого как бы обычного человека Английский парк Дубочки Немногочисленные деревья Сохранившиеся в войну Так как английский парк После войны Представлял из себя Выжженное поле И Деревья На месте Английского парка В основном Выросли Уже После войны Туфовый мостик Который Вёл К берёзовому домику На месте Где стоял Берёзовый домик Остатки Немецких окопов Прошло Время Вырос Лес И Снова Английский Парк Восхищает Своей Дикой Красотой Матушка Екатерина Императрица Всероссийская Любила в Петергофе Проживать Монплезея Но сам Парк Нижний парк Не любила Он Раздражал Её Своей Правильностью Геометричностью Разбивкой По французскому Образцу А любила Екатерина Приезжать Сюда В парк Устроенный На месте Леса И Прогуливаться По Лесным Тропинкам Как Мы Сейчас Шингарка Впадающая В Английский Прут И Берущая Начало С Ропшинских Высот На дне Бетонные Плиты Немецкий Брод А парк Оленик С Оленик Четырехсотлетними Дубами Написание Находился Здесь Его Вырубили Под строительство И расширение Аэродрома Вот Оставшиеся От аэродрома Конструкции Но если бы и не вырубили, то так же, как и английский, сгорел бы в войну. Природа берёт своё, снова растут деревья, берёзы, дубочки, сосны, ели. И вот эти дубочки со временем станут тоже 300-400 летними дубами. Субтитры создавал DimaTorzok Вот как замечательно! Что-то бетонное, то ли от аэродрома осталось, то ли от немцев. Шмели летают. Красивый дубочек. Улица Блан-Минильская названа в честь французского города Блан-Миниля. В советское время Побратима, города Побратима Петергофа. Вот здесь цветочки, а здесь и ягодки. И уже листики желтеют. Бульвар разведчика. Квадрокоптер я пока не запускаю. С телефоном ерунда приключилась. Видимо, уронил и разъём перестал видеть пульт коптера, компьютер. Мне в мастерской сказали, что ерунда, подпаять. Но у них заказов много. Если телефон оставить, то это, они сказали, дня на два, то на три. А телефон у меня один. А вот не знаю. Что-то надо придумывать. Как его оставить. В остальном телефон работает. Зарядка работает. Ну, компьютер и пульт квадрокоптера видеть перестал. Замечательные скамеечки. Когда светит солнышко, здесь тенёчек. Прекрасно. Разводная улица. Названная так, что на ней разводили полки. Когда-то вот было учебное поле, до войны аэродром. А после построили микрорайон, который так жители и прозвали аэродром. Клоницкий парк. Самсоневский канал. Липовая аллея. Водопадик. Водичка бежит на фонтаны. По дну канала проложены большие трубы. Подающие воду на каскад. Какой приятный шум воды. Замечательный. Утачки плывут. Сегодня я снова одел горные ботинки. Можно пройтись по водопадику. Ой-ой-ой. Только всё равно надо аккуратно. Польска. Было бы смешно упасть. О, как здорово. Вот, замечательно. Горные ботинки оправдывают себя. Ольгин пруд. Ольгин павильон. И Ольгин остров. А за ним царица-ностров. Красота. Казённый двор. Здание, в котором находилась полиция. Пожарочка. Поэтому и название такое. Вот этот камушек появится воспоминание. Камушек у казённого двора. Ольгин пруд. Ольгин пруд. Камушек у казённого fraterна. holds Субтитры сделал DimaTorzok Собор Петра и Павла. О нем много написано в воспоминаниях. Косят травку под яблоньками. Свадьба. Мальчик ловит рыбку. О, сколько рыбок. На ютубе? Да, немножко. Для себя, да? Да, для себя. Можно на ютубе посмотреть. Петергофский пешеход называется. Петергофский? Пешеход. Пешеход. Петергофский пешеход. Я гуляю по Петергофу, снимаю и выкладываю на ютуб. Петергофский пешеход. Петергофский пешеход. Синечка. Пьем кофе. Петергофский пешеход. С полтана. Выглянуло солнышко. Заиграло на куполах собора. Какой чудесный вид. Петергофский пешеход святосвящий пешеход Петергофского пешехода. Песы. замечательно чертова горка царицын павильон вон впереди дуб со следом молнии от страшной грозы тридцать четвертого года о которой писал иван петрович замечательный ольгин пруд прекрасная свежая погода после стоявшей жары вон какой страшный след от молнии после грозы тридцать четвертого года по центру центр ствола выжжен тридцать четвертого года и тридцать четвертого года чудесная прогулка чудесная прогулка подписываемся ставим лайк и пока-пока мышкин дом в колонистском парке здесь живут мышки-колонистки колонистки и Продолжение следует...